Стоит ли делать 31 декабря рабочим днём? Этот вопрос в преддверии новогодних праздников волнует многих жителей Магданской области. В этот день выпадает много хлопот по дому. По словам специалистов, многие руководители идут на встречу своим сотрудникам и отпускают их домой после обеда. Это даст возможность гражданам хорошо подготовиться к встрече нового года. Учитывая пожелания наших избирателей, фракция ЛДПР в Государственной Думе внесла законопроект, чтобы на законодательном уровне объявить 31 декабря нерабочим днём. Однако парламентское большинство отклонило данный законопроект. В прошлом году 15 регионов нашей страны объявили 31 декабря нерабочим днём. Такое решение принимали руководители трудовых организаций самостоятельно. Опирались работодатели на предыдущий опыт предновогодней работы, на просьбы сотрудников и их пожелания, отмечают эксперты. Магаданское региональное отделение обратилось к руководству Магаданской области к губернатору Сергею Константиновичу с просьбой о переносе 31 декабря на субботу 26 декабря, для того, чтобы люди могли в спокойной обстановке подготовиться к встрече всеми нашего любимого праздника Нового года. Такое решение позволит в спокойной обстановке закупить продукты, приобрести подарки родным и близким. Здесь стоит учесть, что мы работаем в условиях пандемии. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. На рынках и в магазинах не должно быть массового скопления людей, отметил Александр Лакин. Поэтому сотрудники фракции ЛДПР уверены, что руководство Магаданской области поддержит их инициативу и 31 декабря станет для колымчан нерабочим днем.